Началась пресс-конференция с главной темы последних полутора лет коронавируса. По словам президента, коллективный иммунитет в России составляет 59,5%. Этого недостаточно. Нужно, чтобы он был не менее 80. Такого результата президент рассчитывает достичь к концу первого квартала 2022 года. По словам Владимира Путина, новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения, и уровень иммунитета низкий. Потому необходимо взаимное признание вакцин и их распространение по всему миру. Экономика страны, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, оказалась более мобилизованной. Уровень спада составил 3%, меньше, чем во многих других странах. И восстановление в России проходит быстрее. Что касается того, как отразилась эта ситуация на российской экономике и что мы ожидаем в ближайшее время, то в целом наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира. Президент уверен, никаких мер преследования тех, кто не вакцинирован, вводить не нужно, поскольку если начнется давление, появятся способы его обойти. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, терпеливо разъяснять необходимость таких мер. Среди вакцинированных болеют 3-4%, на койках в больницах тех, кто вакцинировался в несколько раз меньше. Надо бороться не с людьми, а с правонарушениями, с подделкой сертификатов. Уже возбуждено около 200 уголовных дел. В России остро стоит вопрос демографии. В стране 81 миллион работоспособного населения. Этого недостаточно. Этот показатель нужно серьезно увеличивать к 2024-2030 годам. Еще одна проблема – большая инфляция. В два раза больше по сравнению с целевым показателем. По словам президента, в следующем году необходимо вернуться к 4%. А пока государство делает все, чтобы поддержать тех, кто в этом особенно нуждается. Это пенсионеры и семьи с детьми. Расширили количество семей, которые получают поддержку со стороны государства. Просто по количеству семей от нуля до трех лет. У кого есть дети от нуля до трех лет. Начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка. Затем начали выплачивать пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Начали дополнительно платить от трех до семи. Делали иноразовые выплаты и по 5, и по 10 тысяч рублей разным категориям. Прежде всего, конечно, людям, которые находятся в непростой финансовой ситуации. Вот это целый набор инструментов, мер. 4,5 триллиона рублей в прошлом году. Речь зашла и об ограничениях в интернете. Как подчеркнул Владимир Путин, для платформы это прежде всего бизнес. Вопрос номер один для них – это извлечение прибыли. Отсюда и призывы к суициду и трагедии в школах. Благодаря оперативному реагированию многие из них удалось предотвратить. Что касается ухода от обезличенности в интернете, это обсуждается. Тут нужно соблюсти золотую середину, не подавлять свободу выражения и распространения информации, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений. Высказался президент и о новой европейской этике, когда не принято указывать в графе «мама» или «папа». Он заявил, что это как пандемия, появляются новые штаммы, никуда от этого не деться, нужно искать противоядие, и выразил надежду, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями России. У народов, проживающих на территории Российской Федерации, хватит внутренних иммунных систем защиты. Бороться с этой тенденцией нужно поддержкой традиционных ценностей. Виктория Шарая, События.